Согласно древней легенде, жил когда-то в этих местах марийский богатырь, князь Чумбылат. И когда подошел срок его жизни, ушел Чумбылат в гору вместе со своей дружиной. Если случится беда, призовут дети марийского народа Чумбылата, и он выйдет из скалы и защитит их от любого врага. Эта древняя легенда до сих пор волнует умы марийского народа. Гора Чумбылат – место вполне реальное. Более того, оно считается священным для всего народа. Находится гора в Кировской области, на границе с республикой Мариел. На берегах Немды высится целый скальный комплекс. Конечно, такие легенды случайно не рождаются. Если внимательно посмотреть на гору Чумбылат, можно увидеть мужской профиль – нос, глаза, губы и подбородок. Историки говорят, что тысячу лет назад князь действительно жил в этих местах. Строил города, развивал ремесла и искусство. При нем сложилась традиция марийских благослужений. И, конечно, князь водил свой народ на войну, защищая земли от набегов, печенегов и хазар. Теперь древнего князя почитают как святого и зовут Куры Кугуза – хранитель горы. На ежегодные моления здесь собираются язычники со всей России. Когда-то побывала на таких молениях композитор Элина Анатольевна Архипова. Эмоции от мощного древнего обряда до сих пор живы. И, возможно, именно здесь родилась идея увековечить легенду о князе Чумбылате на сцене театра. Она уже сложившийся опытный композитор. На ее счету немало произведений и еще одна национальная опера – Аудияр. Решение взяться за Чумбылата пришло сразу после прочтения эпоса «Югорна». Я, конечно, искала сюжет. Я останавливалась на одном, на другом каком-то сюжете, но у меня как-то фантазия не срабатывала. Эмоции у меня как-то… в общем, не трогали. И вот когда я взяла в руки эпос «Спиридонова-Югорна», я поняла, что тут очень большой объем и очень много интересных сюжетов. И вот как-то я остановилась конкретно на образе Чумбылата. Почему? Потому что и первое рождение Чумбылата я взяла из этого «Югорна», и колыбельную его матери, и потом и финал тоже из этого «Югорна». Ну и сразу же позвонила Галине Евгению мне, чтобы она мне помогла с подвором, значит, исторических материалов. Она мне сразу предоставила материалы, и, в общем, как-то работа пошла. Она закипела. И, конечно, в памяти у меня всегда это вот моление в священной горе Чумбылат, она как-то врезалась мне в память, и она как-то меня вот… Ну, может быть, даже… В говиде. Да, она преследовала. Но там очень сильная энергетика, конечно. Там море поэзии, может быть, море… чувства, море эмоций. Вот поэтому где-то, может быть, оттуда, если лет-то и у меня шел. Национальные оперы создаются в республике крайне редко. Их все можно пересчитать по пальцам одной руки. Самая знаменитая на сегодняшний день – опера «Акпатор». Она же и самая первая национальная опера. Это уже культовый спектакль. Здесь не только исторические события, участие морейцев в восстании Пугачева, которые, по сути, перевернули жизнь всей страны. Здесь душа народа Мари. Этот спектакль еще в далеком 1963 году стал первым шагом морейского национального искусства, на высший пьедестал. Именно этой постановкой при полном аншлаге официально открылся вновь созданный музыкально-драматический театр. Оперу создали, по сути, лучшие творческие умы морейского народа. Литературная основа Сергея Чувайна, музыка Эрика Сапаева. Для премьерного показа оперы больше полувека назад в театр привезли настоящие морейские национальные костюмы. Деревенские предметы обихода сложили на сцене печи с кирпича. В итоге спектакль выдержал 25 аншлагов. За годами про постановку не забыли. В разное время на сцене театра оперы и балета его ставили разные режиссеры. Последняя версия Сергея Шепелева. Вот уже несколько лет ставят оперу под открытым небом. Открытая площадка и живые декорации Килимарского района придают постановке невероятную атмосферность. К созданию новой морейской национальной оперы «Чумбулат Могучий» подошли с позиций 21 века. То, что опера совсем не классическая постановка, стало ясно сразу после того, как открылся занавес. Черная одежда сцены, минимум декораций, лаконичные костюмы. Спектакль о древнем герое, основанный на народном эпосе, звучит в современном контексте. Смена действий идет не за счет декораций, их заменяет цветовое шоу. Вообще свет здесь один из главных факторов, создающих атмосферу. Ее особенность в том, что мы взяли глубокую национальную историю и посредством современных минималистичных действий декораций превратили ее в современную жизнь. То есть мы сделали синтез истории до и истории современной. Я думаю, что это очень хороший синтез работы разных характерных артистов. То есть мы собрали три разных коллектива в данном действии. Я думаю, что это некий даже мастер-класс и для артистов хора, и для артистов капеллы, и для танцовщиков ансамбля Мориэл. То есть танцевать хореографию, которую они никогда не танцевали, я считаю, что это прекрасно для развития и данных, и, скажем так, сценического мировоззрения. Постановка действительно получилась масштабной еще из-за длинного списка артистов. Кроме оперной труппы, театра оперы и балета имени Эрика Сапаева, в постановке задействованы артисты Государственной филармонии имени Якова Ишпая. Поэтому и грандиозный хор, усиленный разными артистами, звучит мощно и, кажется, действительно способен призвать древнего бога. Но главная задача минималистичного подхода к постановке – не отвлекать внимание зрителя от музыки. Она глубокая, сильная, уходящая корнями в древние марийские напевы, но рожденная в современном мире. Музыка насыщенная очень, очень плотная хоровая фактура произведения, очень много лирических хвалебных песен, очень много молитв, очень много каких-то таких сакральных совершенно, именно присущих марийскому народу, какие-то такие семантические вещи в молитвах, вообще в музыкальном языке. Поэтому эта музыка как раз она очень современна тем, что она очень архаична. Вот что интересно, совпадение архаика здесь звучит, она звучит очень современно. Музыка очень яркая, самобытная, интересная, я думаю, зрителям очень понравится. Если в национальных спектаклях прошлого века постановщики стремились к достоверности в деталях, то сегодня действие стремится к упрощению и символизму. Костюмы для оперы лишь намекают на национальный колорит, как фонариком из темноты высвечивая только некоторые, важные для образа детали. Например, у матери Чумбылата, у единственных женских персонажей, подробно прорисован шимакш – головной убор замужней женщины. Он нужен для того, чтобы обратить внимание зрителя на ее статус и положение. Мы уходим вглубь веков. Это основы, это история, но это и сила, и мощь народа, это зарождение народа. Поэтому все образы сделаны намного мощнее. Они не конкретные, они как будто там, где-то в этой истории собираются. Специальная форма и силуэт костюмов, который задуман, они помогают двигаться артистам, они помогают движение превращать в большую силу, увеличивать весь эффект движений в несколько раз. Они работают как световые палитры, очень интересные. И вот основы майорийской культуры, орнамента, такие цельные, узнаваемые фрагменты, они заложены в костюмах. Для этого используются различные технологии. Специальные фактуры ткани, они разложены у нас на разные оттенки, на разные нюансы, чтобы подчеркнуть каждую роль каждого артиста. Технологиями росписи созданы металлические элементы, имитации кожи, имитации вышивки, отделки. И также для специальных эффектовой работы создаются и металлические, чеканные элементы, сочетание этих элементов, красивые головные уборы, которые завершают этот верхний колорит, становятся такими своеобразными коронами, точками. Но все это, в принципе, основа майорийской культуры. Появление национальной оперы в репертуаре театра само по себе событие важное для всей республики. Это попытка осознания своих истоков для народа морей, возможность прикоснуться к очень древней истории, полной личных переживаний и простых человеческих эмоций. А если верить легенде, то князь Чамбулат до сих пор покоится в горе и готов защищать своих детей от любой напасти. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ